Доброго здоровья, с вами Нелнара и Лайне. И в этом видео мы поговорим на такую тему признаки того, что у вас повышается частота вибраций. И рассмотрим первый и очень распространенный признак. Это то, что вы перестаете хотеть потреблять низковибрационную пищу. Ваша пища, ваш рацион облегчается. Вы естественным образом отказываетесь от мяса, от продуктов животного потребления, молочных продуктов, от различных химических веществ, а также различной хлебобулочной продукции и любой тяжелой пищи. От острого, соленого и от вкусовых добавок. Да, ваша пища становится более простой. В данном случае я не говорю, что это обязательно сыроедение. Это может быть и просто веганство, но эта пища будет очень простой, без излишков. Даже на сыроедении часто люди заменяют компоненты привычных блюд на сырую пищу, но в этом блюде будет столько всего намешано, различных компонентов, особенно орехов и другого, что легким это блюдо никак не называть. Поэтому в данном случае я не делаю акцент на типе питания. Я лишь говорю, что пища будет очень простой и легкой. Ее будет мало в объеме. У вас будет все меньше и меньше потребность в еде и не будет желания постоянно перекусывать или что-либо перехватить. Потому что часто еду мы воспринимаем как источник удовольствия и желания что-либо заесть или скоротать свое время. Когда у вас повышается частота вибраций, вы в этом не нуждаетесь больше. У вас и так открыт канал энергии с высшими сферами, и энергии вы получаете больше оттуда. Или по-другому можно сказать, что вы получаете энергию из эфира и окружающей среды, а не через пищу. И пища вам уже не будет приносить столько удовольствия, сколько, например, состояния болота. Еще один признак повышения частоты вибрации – это то, что вы меньше спите. Вы быстрее восполняете свою энергию через сон. Вам требуется меньше времени на отдых. И в течение дня вы не чувствуете себя разбитым, уставшим, не отдохнувшим. И вас не клонит в сон. Некоторые из вас могут замечать, что вы все меньше спите и все раньше просыпаетесь. Или просто высыпаетесь за меньшее количество часов. Это естественный процесс, показывающий, что ваши вибрации потихонечку текут вверх. Или повышаются. У меня это давно происходит. Я научился высыпаться когда-то за 7, потом за 6 часов, потом за 5, за 4 и даже за 2. Иногда я могу 2 часа или даже полчаса подремать, и мне этого хватало на целый день. И я мог иногда спать раз в 2 суток. Это признаки повышения вибраций. И все меньше требуется восполнение энергетики, затраченной повседневной жизни, потому что повышенные вибрации ее привносят из-за энергии природы и космоса. И поэтому все меньше нужно времени на сон. И те, кто из вас проводил сухие голодания, знают, что чем больше срок голодания, тем меньше хочется спать. Да, хочется быть в медитативном состоянии, но мы много раз с Русланом замечали, что сон очень сильно сокращается. Это может быть подряд не более 2 часов. Особенно на больших сроках голодания. Также, находясь уже 2 года на сыроедении, могу сказать, что я сплю не дольше, чем 4 часа подряд. Чаще 2. Но если был очень насыщенный день, я могу потом по приходу домой да, лечь сразу спать. Но это, наверное, больше связано с растратой энергии на общение с другими людьми и некоторое снижение вибрации и устранение с этим вибрацией. Да, и тогда требуется сон, и хочется это восполнить, свою энергию. А если находиться дома и голодать, никуда не выходить, то действительно хочется спать, ну, может быть, пару часов, и для этого достаточно. Еще один признак того, что у вас повышается частота вибраций, у вас появляются осознанные сновидения, вам легче выйти в астрал, и вы лучше запоминаете то, что с вами было, когда вы выходили из тела. И все события, которые вы видели, если это астрал, то они будут яркими, насыщенными. Вы будете помнить мельчайшие детали, которые видели. Так, как будто это было в реальности. Эта реальность даже будет вам казаться ярче, чем вот эта реальность, которая вас окружает. А также у вас могут начинаться некие всплески многомерного видения. Например, вы можете начать видеть орбы. Это такие светящиеся, летающие шарики. О том, что такое орбы, вы можете посмотреть отдельно в наших видео. Да, после астрала у вас подключается многомерность как выхода из тела, так и видение. Вот я сейчас наблюдаю эту жизнь, кипящую прямо передо мной, летающую, как светлячки, роящиеся. Другими словами, вы можете начать видеть параллельные реальности. Или у вас могут начать появляться некие видения. О вашем прошлом, будущем это может быть все даже не в режиме сна. Все это признак того, что у вас повышается чистота вибрации. И в дальнейшем у вас может развиваться многомерное восприятие жизни, включающее в себя многомерное видение. Ну, Руслан в таком состоянии пребывает уже постоянно. Да, когда не слишком заземляюсь или вовлекаюсь в общечеловеческую жизнь за мной в матрице. Ну, то же самое у меня, что, конечно, когда мы занимаемся обычными, обыденными делами, то многомерное видение, оно может притупляться и уничтожать за всем. Но моменты медитации и моменты расслабленного состояния и углубления в себя это возвращает. Опять же, в любой ситуации бытовой мы, обладая достаточно высоким уровнем осознанности, можем остановить тот момент, когда происходит сильная откачка энергии от нас, окружающих. Другими словами, что когда у вас повышается частота вибраций, вам легче установить связь с неким потусторонним миром. Да, так можно говорить более простыми словами. увидеть этот мир или хотя бы численно зафиксировать для себя. Открыть для себя нечто такое, что казалось раньше для вас недосягаемым. Также одним из признаков повышения частоты вибраций является то, что вы можете ощущать некую легкость в теле. Особенно если вы облегчили уже своё питание, вы находите на голодании, вы можете ощущать, будто вы практически парите. Это некое энергетическое состояние, станет такой окрылённости. Знаете, это похоже на влюблённость в такое состояние, но влюблённость не в какого-то конкретного человека, а может быть влюблённость в целом в мир или вот в этот настоящий момент. Так можно описать это состояние. Ещё это может быть похоже на невесомость. Вы можете сидеть в медитации, особенно в голодании это хочется делать, и меньше чувствовать своё тело или чувствовать очень приятно его. Это что-то за пределами даже лёгкости. Это как будто вы вроде в теле, а вроде вне тела. Когда вы не чувствуете, что вы затрачиваете силу на то, как вы сидите в какой позе, и что вы можете сидеть в ней вечно, потому что энергия не уходит, и даже больше того она может к вам приходить и дополнять вас. И тоже один из признаков, что пропадает страх, неуверенность в себе, какие-то негативные эмоции, обиды, критика, осуждение. Вот это состояние лёгкости и парения. Это основное ваше энергетическое состояние, момент повышения вибрации. Вы уже не столь обидчиво реагируете на других, и не так хотите вовлекаться в какие-то бытовые взаимоотношения с кем-либо. Это некая возвышенное состояние. Так это можно описать. Вам может быть хорошо в нём, даже кайфово. И поэтому вас интересует больше продолжение этого удовольствия или блаженства, говоря более духовными фразами, которые не хочется прерывать, что бы ни происходило вовне. Поэтому вас всё меньше интересует внешний мир хотя бы на время медитации или пребывания в своём особом состоянии. Это может достичь удовольствия удовольствия от еды или каких-то приключений земного характера, каких-то покупок или какого-то общения. Это всё, что я перечислила очень низковибрационно. Состояние высоких вибраций кардинально отличается. это состояние наполненности и целостности казалось бы без видимых на то причин, как состояние влюблённости, как я сказала, но не в кого-то конкретного, где вы желаете ответных действий от этого человека. Это просто ощущение гармонии с окружающим миром, с окружающим пространством. И когда-то испытав это состояние, вы можете отметить для себя, что оно интереснее влюблённости, что оно глобальнее, что оно приятнее и не энергозатратнее, чем влюблённость, а даже наоборот. И уже был перечислен этот пункт. Вам всё меньше хочется общаться с кем-либо, что-либо обсуждать, кого-либо обсуждать. Вам нравится это состояние одиночества, вы можете начать от него кайфовать. И люди, которые вас склоняют на некий негатив, критику, вам уже перестают быть интересны. Это состояние наполненности, которым иногда вы не хотите делиться с окружающими. Вы хотите побыть в этом состоянии всё больше. Это признак повышения ваших вибраций. И в этом состоянии вы будете всё больше видеть разницу между вами и людьми, которые вас окружают. Вы будете всё это видеть как будто бы на ладони, как будто это очень просто и легко. Все их проблемы, все их какие-то нерешённые ситуации. Вам будет легко виден ответ на их вопросы, но эти сами ситуации вас уже не будут беспокоить. Вам не захочется в это вмешиваться. Вы будете предпочитать сами находиться в своём гармоничном состоянии, а не ввязываться в их круговорот жизненных проблем. Вам даже может быть всё равно до внешнего мира других людей. Или вам могут показаться смешными их проблемы, их грязня, их суета, их внешняя активность. Когда у вас у самих нету каких-то внутренних противоречий и проблем вам всё меньше хочется увязываться в чужие проблемы. Потому что мы всегда притягиваемся в ту ситуацию, которая не разрешена лично у нас. В состоянии повышенных вибраций вы достигаете состояния целостности и гармонии. И всё меньше притягиваемся в ситуации, где происходят какие-то конфликты или какие-то опасные негативные ситуации. И ещё один признак повышения частоты ваших вибраций вы начинаете чувствовать людей. У вас открывается эмпатия и вы как бы считываете что человек желает вам на самом деле несмотря на то какие слова он вам говорит и как он себя позиционирует. Вас могут иногда посещать мысли которые вам кажутся не своими которые не похожи на то состояние в котором вы только что пребывали это приятно и комфортно и это вас вырабатывается способность называемой эмпатии еще и телепатии вы начинаете видеть расхождение между тем что говорит человек и что он думает вы можете различать в том где люди двуличные двойственные нелогичны и пытаются вам доказать то что в чем сами не только не уверены а думают по другому когда люди могут быть фрагментированы на разные архетипы и играть роли вы видите вокруг себя спектакль вы понимаете что вы участвуете в каком-то кино которые созданы для того чтобы вас соблазнить ну вам это неинтересно вы видите эти различия и вы на них не реагируете по другому это называется позиция стороннего наблюдателя когда у вас получается вибрация вы несколько переподнимаетесь над матрицей и вот эта вся игра матричная вами наблюдается со стороны а вы уже можете как смотреть со стороны как режиссер к примеру смотрит за актером как они играют так и временами погружаться в эту игру как актер у вас приобретается вот это второе состояние стороннего наблюдателя еще один признак повышения ваших вибраций это повышение вашей осознанности та информация которую вы когда-либо могли читать в книгах или слышать от других авторов вам становится в один момент понятно до этого вы могли недопонимать что-то вам казалось что так много всего все не связано между собой когда у вас повышается частота вибраций все складывается как пазл в вашей голове вы наконец-то видите общую картину это и связано с тем что вы несколько приподнимаетесь над матрицей наконец-то вы видите все как будто бы как сверху и это резко становится вам понятно в чем была суть и для вас становится очевидно что все что говорили и писали другие это очень просто на самом деле в этом нет чего-то сложного зауманного или какого-то возможно бредового что вам раньше казалось вы и видите причины людей почему они что-либо говорили или писали так и видите суть в их высказываниях в их книгах и в вас просыпается ясность восприятия окружающего мира еще один из признаков повышения частоты ваших вибраций это усиление интуиции вы начинаете видеть и чувствовать когда вы находитесь в нужный момент в нужном месте вы ощущаете что сейчас вам нужно совершить какие-то действия а в следующий момент не нужно что-либо делать вы видите причину средственную связь почему у вас складывается ситуация тем или иным образом вы начинаете видеть как вы к этому пришли анализирует прошлое свое видите в какой точке вы сейчас находитесь и вам легче спрогнозировать что сделать чтобы достичь желаемой цели в состоянии высоких вибраций как я и говорила ранее это как на ладони вы видите потому что вы несколько приподняты над матрицей еще один из признаков повышения частоты ваших вибраций это то что вы начинаете все больше воздействовать на окружающих и на ситуацию в своей жизни это уже признак мага когда ваши слова они начинают сбываться когда вы что-либо осознанно говорите заражаете намерение и это происходит и вы внутри четко ощущаете что это произойдет вы знаете что то что вы говорите во вселенной сбудется это некое состояние наполненности вот этих высоких энергий которые вы можете реализовать через себя той цели которую вы хотите достичь по-другому ускоряется материализация ну и состояние конечно можно выделить что у вас радость гармония состояние наполненности постоянно присутствует и это даже несмотря на те обстоятельства которые могут быть вокруг вас я здесь в данном случае не говорю что это некий смех юмор нет это состояние внутренней такой спокойной радости когда вы можете сказать про себя что вам хорошо по-настоящему хорошо это ощущается приятно и источником этого состояния становитесь вы и оно излучается изнутри и растекается по всему телу и мы перечислили вам основные признаки того что у вас повышается частота вибраций признаки которые мы смогли вспомнить если вы что-то еще наблюдали что-то другое что мы не перечислили напишите в комментариях а также напишите переживали ли вы подобные состояния и как это у вас происходило но не обманывайтесь если эти состояния были чем-то стимулированы например кофе даже чаем сытным обедом ужином такими либо напитками даже курением даже физической усталостью и отдыхом после нее или когда вы хорошо выспались хотя хорошее высыпание приближает к этому но этого мало проспаться один раз хорошо да не путайте повышение ваших вибраций с действием гормонов внутри вашего тела и некого удовлетворения от вкусной еды сексуальных связей одобрения окружающих похвальбы и даже влюбленности влюбленности это другое часто это одобрение да это высокая степень одобрения от другого человека который выбрал вас а не кого-либо другого вы испытываете состояние вот такой эйфории еще не путайте это с таким состоянием которое называется минута славы когда вы в центре внимания когда люди дают вам энергию как в физическом мире так и через виртуальные наблюдения вас например на экране телевизора компьютера в интернете да эту энергию можно чувствовать но это временные дозы потому что люди дают свою энергию и она приходит с их проблемами блоками это уже другое это больше связано с властью с управлением со славой и усреднением своих вибраций с теми людьми которые вам дают свою энергию а часто энергия большинства невысокая и частоты их вибрации тоже далеки от тех высот которых вы сами лично можете достигать когда у вас повышается частота вибраций вам все меньше захочется усреднять свою энергию с окружающими тем самым опускать ваши вибрации поэтому и был перечислен как основной признак это желание находиться в одиночестве и находиться в своем медитативном состоянии в состоянии личной наполненности а также умение отслеживать любые провокации окружающих потому что люди всегда будут тянуться к тем у кого высокие вибрации и многие будут хотеть своими провокациями таким образом откачать энергии у вас тем самым усреднив вас с окружающими откусить от вас кусочек этого блага потому что некоторые только этим напитаются да и конечно сущности тонкого плана тоже хотят это сделать покушать вашу энергию создав вам провокации в виде еды каких-то сексуальных связей желание переключиться на какие-то интересные бытовые вещи заняться срочно какими-то ненужными делами с кем-то пообщаться растратив свою энергию в общем погрузиться в матрицу и тем самым усредниться со всеми и как правило самые забалансированные люди являются самыми привлекательными то если вы ближе к сбалансированному человеку то вы часто уже тщательно выбираете с кем дружите с кем обменивается энергии и легче всего и приятнее конечно с равным себе с равным себе вы гарантированно сможете сохранить свою высокую частоту вибраций если ваш партнер также стремится к той же цели что и сохранять вдвоем это состояние и приумножать его на этом наверное мы закончим сегодняшнее видео пишите в комментариях ощущали ли вы повышение вибрации у себя как это у вас происходило расскажите свои случаи видели ли вы осознанные сны видели ли вы параллельные реальности или что-то мистическое необычное в своей жизни если вас интересуют ваши личные вибрации но вы не можете их понять и хотите их узнать вы всегда можете спросить у нас у нас есть шкала по которой мы меряем сканируем и показываем их вам если вы у нас их заказываете это могут быть вибрации физического тела а также вибрации вашего сознания а также через сканирование вибраций Руслана многие отслеживают как раз повышаются ли их вибрации со временем эффективны или практики голодания и другие аскетические практики или человек недостаточно прилагает усилий для этого достаточно прислать вам свежую фотографию в полный рост если вы хотите узнать с разносом во времени каковы были ваши вибрации в другое время и сейчас или просканируйте на сейчас а потом через какое-то время чтобы сравнить куда вы двигаетесь и на этом мы с вами прощаемся но только до следующих видео до следующих Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok